приветствую всех на канале sound illumination сегодня как и обещал обзор кроссовок для бега asics kill content 3 вот кроссовки находятся в нижнем ценовом диапазоне то есть это самые такие простые самые недорогие как бы кроссовки фирмы asics но довольно таки качественно сделаны и в принципе никаких нареканий на эту модель у меня нету сейчас я вам все доступно объясню вот уже полгода как я бегаю дистанции больше 10 километров вот соответственно нагрузкой на мой опорно-двигательный аппарат то есть там на мою спину на колени ноги в общем нагрузка возросла в разы потому что бегают 20 среднем тренировочные пробегаю бывает 30 бывает и марафоны бегаю вот и соответственно к чему это все говорю что если я раньше не придавал значение там большого обуви то есть я просто брал легкую обувь как человек который начал активно заниматься бегом еще в армии ну и после берцов не для меня любая как бы спортивная обувь самая дешевая там китайская это подделка для меня это было вообще просто супер там обувь по сравнению с берцами потому я не придавал значение вообще обуви главное чтобы легкой ноге более менее удобно было вот со временем вот когда возросли уже там дистанции у меня длина дистанции конечно задался вопросом выборе обуви потому что надо все таки как-то чуть предохраняет да и она улучшает показатели вот и меньше устаешь после пробежки выбирая обувь я как бы обратил внимание свое конечно же носик то есть как бы до этого я пользовался только обуви соломон из если покупала фирмен это только соломон ну соломона нету таких как бы дешевых сравнительно моделей то есть есть там за полторы которые предыдущие делал обзор на соломон калалау но очень мало и в принципе как бы более для бега решил все-таки взять фирму асикс почему потому что это лидер как бы по изготовлению спортивной обуви отдельно говоря обуви для марафонских там дистанций для ультра марафонов то есть много спортсменов там всемирно известных именно используют обувь асикс потому как бы тоже решил посмотреть и в принципе увидел что вот есть как бы недорогом ценовом диапазоне то есть нормальная модель асикс гель контент 3 она стоит 1000 гривен потому как бы купил ее первую еще пару пару слов буквально вообще почему вот это вот все там деньги как бы у фирменная обувь ну как бы всегда мне мне честно говоря вот я не знаю как другие люди мне лично очень жалко когда обувь дорогая и обувь качественно мне очень жалко ее просто тупо убивать там бегая вот какая бы она ни была какие там технологии не были на все равно ну как бы намного быстрее изнашивается если вы используете ну как бы максимально жестко то есть там бегает там марафон и все остальное не было лично очень жалко то есть я как бы все это мог позволить максимум там 500 гривен то есть этом смотрел опять купить какую-то очередной модель демиксов ну вот увидел асикс и в принципе решили купить их и я в принципе не жалею потому что ну обувь очень качественно ну начнем как всегда обзор с наверное да с подошвы как я уже говорил обувь в низком ценовом диапазоне то есть соответственно здесь все по минимуму но все самое необходимое значит подошва здесь верхний слой вот этот износостойкий который непосредственно контактирует с покрытием с трассой это износостойкая резина ахар это именно фирменная технология асиксов второй слой амортизирующий это у нас идет его этил винитоцетат вот просто пена его хорошо марте и кстати она здесь очень качественно выполнена даже я бы сказал более такая амортизация более приятно идет чем даже соломонов вот хотя в принципе одно и то же самое но здесь все-таки наверно какие то есть маленькие свитом фирменной хитрости вот и что самое примечательное в этой модели это технология их не фирменная в пятки есть гель это они именно разработали сейчас вам покажу маленький моментик вот именно с маленький там фрагмент с видео как они изготавливаются обувь там есть очень прикольный момент такой меня это очень впечатлило давайте посмотрим потом продолжим обзор гель настолько хорошо амортизирует и распыляет энергию удара что создатели города заявляют что он может уберечь яйцо падающее 6 метровой высоты проведем испытания особый гель рассеивает энергию удара в сторону они вниз распределяя усилия они концентрируют ну вот как бы как вы видели очень прикольная штука то есть поглощает удар соответственно стоит в пятке и когда вы бежите особенно если у вас бег на пятку идет мне вот сюда вот а на пятку то частично весь удар он не передается на ваш позвоночник там на колени а он именно поглощается этим гелем кстати это очень ну как бы вот именно по своим личным ощущениям то есть не по этой рекламе не по вообще там все я читал там интернете на по личным ощущениям реально ну такой амортизирующий обувь такую мягкую и удобную я еще не одевал то есть даже саламон и вот когда идешь них ну не так ну как бы тоже все четко все классно все приятно но это именно в асиках вообще просто очень мягкая обувь очень мягко и очень приятно то есть вот это вот гель он именно существенно улучшает защиту вашу и ваши показатели потому что пружинит чуть-чуть и все-таки как бы честно говоря он даже вот когда вы активно бежите он как будто сам отпружинивается подошва и чуть-чуть увеличивается скорость ваша вот именно как кроссовки будто сами по себе вас разгоняют подошву мы в трех словах рассмотрели что касается верха значит я не помню точно как эта технология называется но это все-таки не просто от фонаря там их не фирменный этот значок вот в форме буквы а и вот эти вот полоски которые вот идут это не просто как бы там налеплен для красоты она все-таки как-то там обхватывает тоже как вашу стопу вот ну то есть вашу ногу как бы обхватывает сверху шнуровочка как бы стягивает и все это держится то есть вот эти вот все вещи они как бы как дополнительное дают дополнительную более комфортный охват вашей ноги сзади получается у нас это вот фирменная их не значок он сделан светоотражающего материала я скажу не так что прям там вообще в будьте как катафот светится там машины будут вас обижать там десятой дорогой нет конечно ну мелочь но приятно то есть вот это вот дело она как бы подсвечивается отражает вернее свет вот пяточка здесь очень как бы крепкая то есть выполнена скота материала специальный который хорошо фиксируется всех сторон пятку стучу то есть как бы держит очень отлично вот колодка здесь калифорния стоит вот дальше что у нас сеточка материал основном сетчатый то есть именно обувь рассчитана на летние тренировки то есть там максимум там конец весны начало осени ну и в тренировки залах закрытых помещениях вот ну что еще как бы очень меня порадовало здесь реально очень хорошо сделано удачно сама по себе стелька вот то есть она во первых крепкая реально даже видно по самому материалу то есть нигде ничего хотя я уже у них пробежал 100 километров я чуть позднее расскажу свои впечатления об этих тестах всех пока вот так общий обзор то есть пяточка пяточка стелечка очень качественно сделано и она сделана ну как бы довольно таки плотный толстый материал вот как здесь вот видно то есть дополнительная амортизация дает еще сама стелька плюс она хорошо так как бы дышит отводит как бы тепло там влагу вот и в принципе по моему наверно даже обработана каким-то материалом потому что запах она не накаплива то есть антибактериальный какой-то спрей наверно применялся при заставлении этой стельки стелька очень хорошо очень вот мне она очень понравилась как вот гель вот здесь вот меня впечатлил конечно так вот именно стелька очень удачно сделано очень как бы хорошее дополнение к этому к этому кроссовку то есть вам там допустим специально купить кроссовки ну как бы выкидать родную стельку оставить какую-то хорошую там ортопедическую там или там какую-то более там плотную там более амортизирующую не надо будет потому что сама по себе их не родная стелька очень классно выполнен вот можете посмотреть работу внутри кстати видно как там сеточка просвещается все тоже качественно сделано все качественно прошито сам по себе вот кроссовок первое из моих впечатлений которые хотел бы поделиться с вами сам по себе кроссовок сделан ну я не люблю вот такие яркие вот вещи как-то там оранжевый там все как бы так все ярко прям честно говоря я не люблю люблю более такие однотипные там темные вещи но вот именно они я их там взял как бы потому что другого не было расцветки моего размера взял именно их но честно говоря не пожалел потому что у них бежишь на них смотришь ну и вообще как бы даже ну просто так вот смотришь на эти они как бы сами зовут на тренировку они сами мотивируют их одеть и побежать реально ну кроссовки очень круто сделаны ну то есть вообще ничего лишнего все как бы дешево сердито вот отлично просто для тех людей которые там не могут себе позволить дорогую обувь вот но занимается бегом я настоятельно рекомендую именно обратить внимание именно на эту вот модель потому что вот она ему позволит нормально бегать щадящим ну как бы для опорного аппарата как бы режиме и параллельно она недорого стоит чтобы там прям копить на нее там полгода и потом за полгода и убить опять копить то есть там есть да там классные там кроссовки которые вообще там номер один там уже несколько лет занимали кроссовки для бега там как-то не каяна как бы называться там asics гель каян каяна там 22 как-то честно говоря не помню там точная модель каена каяна как-то так да там как бы куча там технологии вообще они просто навороченные мера просто но не стоит там извините меня 3000 чем-то гривен то есть а в любом случае если будете бегать там по двадцатках по тридцатках там минимально там два раза в неделю то ну вам в любом случае их не хватит больше чем на год это сто процентов вот я лично вот купил эти кроссовки чтобы в них именно именно бегать не ходить там парадно там вот как некоторые покупают кроссовки они не бегают ничего не занимается спортом они покупают кроссовки потому что там типа любят удобно ходить вода они у них служат там ну там в два то и в назначению вот но я вот именно вот этот модель брал чисто от бегать в ней и она в принципе полностью справляется нормально держится что хочется сказать еще начал про позитивные стороны то есть повторюсь кроссовках я уже бегал 100 километров ношу их там на протяжении там полтора месяца то есть их пару раз там одевал просто прогуляться там них походить в основном одевал на беговые тренировки то есть пробежал у них сто километров в принципе с ну вот с плюсов я говорил они надо даже как-то сами по себе как-то разгоняют вот хочется бежать них быстрее реально смотришь на них и как-то вот они зовут как-то там ну как-то чувствуешь них очень себя круто вот реально вот ощущение там плюс там да там как в игрушках компьютерных плюс один к морали то есть они дают артефакт такой вот это это действительно вот так вот ну-ка я не думал что меня там может свет такой совратить там допустим и привлечь там я буду таких бегать и там быть довольным таким цветом как бы не думал об этом честно говоря форма сама по себе обычно здесь ничего такого нету то есть там стабильные кроссовки там 2000-х годов но они сделаны все вот у них как бы гениально и просто все гениально вообще как говорится просто с такого не очень хороших там моментов которые заметил про эту обувь как обычно я бегал не в них только нам по асфальту как обычно износ большой меня он настораживает честно говоря вот здесь вот в этой вот стороне в этой части и в этой части где-то передочек тут как бы уже постираться довольно таки вот здесь вот начинают хорошо стираться то есть здесь вообще как бы вот такие вот должны быть квадраты вот как видите здесь они почти уже постирались и то есть по толщине почти уже подошло к основному вот этому то что глубине идет покрытие не знаю когда все будет вести но это меня чуть-чуть настораживает честно говоря хотелось бы чтобы резина ну как бы была более устойчивая к покрытию такому как асфальт ну они для этого разрабатываются принципе позиционируется как беговая не трейловая обувь а как обувь для бега по обычному покрытию обычное покрытие это или беговая дорожка там на стадионе на стадионе там извините меня там 30 км не побегаешь там с ума можно сойти вот ну и конечно по асфальту ну принципе чуть-чуть как бы меня насторожил этот износ такой довольно таки серьезный вот второе момент какой что ну обувь вот сколько ее не одевал первый раз она мне вообще очень сильно понатирал вот этих вот частях здесь вот здесь вот ну то есть косточка как бы ноги и этому так понатирала ну вы наверно понимаете чем я говорю вот и там вот с этой стороны в этом кроссовке в левом вот здесь вот мизинец тоже очень сильно натирается последний раз и бегал них марафон сейчас покажу вам маленький урывок с этого с этой пробежки хотелось пару слов сказать по поводу обуви носики бегут со мной как видите идет дождь мокрый асфальт держится отлично сами по себе тоже уже намокли потому что сетка вот воду не держит она чуть-чуть ну капельки страну попадают внутрь то есть внутри тоже мокро уже но что внутри что на дуру же нога держится отлично просто фиксация супер амортизация тоже обувь в общем ведет себя отлично не подводит за такую цену это просто бомба вот так вот тогда у меня натерлась как бы вот здесь вот уже перестала натираться нога то есть привыкла а мизинцы все-таки здесь натерлась серьезно не знаю может быть еще надо привыкнуть но поначалу да чуть-чуть подтирают натирают обувь вот если соломоны допустим не так сильно то эти чуть натирают особенно если вы как я поначалу самый первый раз сильно затянул вот здесь вот шнуровку сильно затянул то понатирал довольно таки существенно потом пришлось три дня отходить чтобы опять побежать ну и еще один такой момент вот верхний слой вот этот слой говорю вот это вот ткань бы оранжевого цвета вот она в зоне идет полностью зоне как бы пятки куда вот может попадать там какая-то грязь или еще что-то и получается она загрязняется тоже довольно таки серьезно я постарался этот раз я оттирал отстирал перед обзором ну как бы вот здесь вот чуть-чуть видно так и нет стиралась хотя очень сильно там как бы тер и там пятновыводящие там ваниши использовал ничего не помогло чуть-чуть все таки есть то есть со временем это все будет загрязняться еще сильнее я не знаю может некоторым людям просто все равно мне принципе важно чтобы обувь максимально долго выглядела как новая вот могла ну как бы было ее удобно стирать отстирать потом мне очень нравится съемная именно стелька которую можно вытянуть не стираю всю обувь вытянуть хорошенько почистить ее если накопился запах там все дела и все как бы сверху обмыть кроссовок отлично то же самое как бы раз там месяц можно стирать кроссовки особенно если это беговые кроссовки в любом случае надо стирать хорошо внутри и снаружи чтобы накапливался там грязь там бактерии запах там неприятный все остальное запах пота ну а как бы вот этот вот материала стираться не будет и со временем он не будет так красиво выглядеть конечно как сейчас это как бы для меня так чуть чуть тоже не очень радостный момент так в принципе все как мог так вам рассказал показал если может быть какие-то еще вопросы остались пишите в комментариях обязательно отвечу вот вот это вот мой опыт и мои впечатления от использования этой модели потому все кто ищут модель которая там предназначена именно для беговых тренировок и недорогую модель рекомендую асик гель контент 3 сейчас наведется вот такая вот надпись асик гель контент 3 я думаю вы будете довольны этой обуви не разочаруетесь в этом выборе потому советую всем обратить внимание на эту модель что еще можно сказать вроде все с вами был игорь это был обзор кроссовок от фирмы асикс если вам понравился этот обзор подписывайтесь на канал и до новых встреч в эфире всего доброго